...жиром смыть жир. Так, где его взять? Конечно, на рынок. Ну, вот говяжий, дайте мне, пожалуйста, вот этот маленький кусочек. Зачем мы нарисовали эту рожицу? Чтобы пометить именно наш кусок жира. Теперь откроем небольшой секрет. Во многих сортах мыла жира нет. Они делаются из искусственных компонентов. И мы нашли ту единственную мыловарню, где производят натуральное мыло. Она работает уже более ста лет. Да у них тут и без нашей покупки жира хватает. Смотрите, сколько. И в этом вагоне тоже жир с 10 тысяч коров и быков. А ведь для одного куска мыла нужно всего каких-то 80 грамм. Вот наш персональный кусок жира приобщился к общественному. Здесь 60 тонн горячего жира. Представим, что в этом стакане тоже 60 тонн жира. Сюда же вливают 10 тонн щелочи и тщательно все перемешивают. Получилось желе. Это уже не жир, но еще и не мыло. В массу капает специальный индикатор. О, розовое пятнышко. Значит, мыло будет хорошо пениться. Хотя мыловары доверяют только собственным ощущениям. Мыло устраивает нас. После омыления мы отправляем массу с нашим кусочком жира в эту установку. Здесь при низкой температуре масса превращается в муку и хорошенько прессуется. Теперь это уже не жир, хотя еще пахнет говядиной. Чтобы мыло стало земляничным или лимонным, в мыльную стружку добавляют краску и ароматизаторы. Но мы решили, что у нашего пуска мыла будет натуральный цвет. Поэтому мы отправляем его по другой конвейерной ленте в такую мясорубку. Из нее выходит брусок мыла длиною 40 километров. Каждую секунду нож разрубает его на равные дольки. Они еще тепленькие, следуют в штамповальную машину со скоростью 20 километров в час. А вот это то самое устройство, которое делает привычным нам кусок мыла. Вот брусок поднялся, врезалась формочка. А теперь это уже полноценное мыло, которое и смоет жир. Как? Давайте посмотрим. Для этого мы используем водный раствор мыла. Молекулы мыла окружают частицу жира, вцепляются в нее, как десантники, отрывают ее от поверхности. И дальше мы водой смываем все загрязнения. Поверхность остается чистой. Вернемся на завод. Мастер готовит рулон картона весом 11 килограммов. К нему приклеивается упаковочная этикетка. И в каком же из этих кусков теперь наша рожица? Наверное, где-то здесь. Каждый день отсюда в наши мыльницы выезжает 6 тонн готового мыла. Мы вернулись на тот же рынок, чтобы узнать, чем моет руки женщина, продавшаяся.